Экопарк Сосновый Бор в Каннске преображается. Уже сейчас все желающие могут прокатиться по лыжероллерной трассе. Первый этап практически завершен. Осталось здесь посадить еще траву, здесь сделайте. И главное, что закуплены все мафы. Участники автопробега Красноярск-Брест дорогами сибирской славы привезли в Зеленогорск лампаду с вечным огнем. В нашем городе будет зажжен вечный огонь. Эта земля помещена в основании стелы в памяти всех погибших в годы Второй мировой войны. Церковнослужитель, врач, ученый. В обновленном монастырском парке Енисейска установили памятник епископу Луке. Есть у нас место, которое надо сохранить. И там создать музей. Асфальт со Сновом Бору явление для горожан весьма непривычное. Однако у этой дороги есть свое прямое назначение. Это новая лыжероллерная трасса. Теперь каннские спортсмены смогут тренироваться не только зимой, но и летом. Дарья занимается лыжным спортом уже 4 года. Наиболее активная пора тренировок для девушки наступала тогда, когда выпадал снег. Летом тренировки проводили на небольшой спортплощадке в лицее номер один. Новую лыжероллерную трассу со Сновом Бору юная спортсменка оценила на пятерку. Здесь намного лучше. Здесь ровнее. Нет никаких ямок, горков. Конечно, трасса построена здесь не только для лыжников детской спортивной школы. Этой спортплощадкой смогут пользоваться и горожане, ведущие здоровый образ жизни. Комфортная дорожка будет отличным местом для прогулок с детьми. Первый этап трасса практически завершена. Осталось здесь посадить всю траву, здесь сделать. И главное, что закуплены все мафы, объемная работа сделана. Остались уже, что там так, ручные работы, которые в течение двух-трех недель должны закончиться. У нас будет зона отдыха в экопарке. Здесь еще очень много объектов, мафов. Здесь еще сделают стадион, начали возить уже трибуны. И зона отдыха будет просто дорожки для гуляния. Все работы в Сосновом Бору были согласованы с Министерством экологии региона и Росприроднадзором. Природному ландшафту Бора строители вреда не нанесут. Когда с экологами общались, они как раз и попросили, чтобы как можно меньше задеть саму природу. На самом деле в спортивной зоне, так называемой, там такой народ постоянно ходит. Я вот тоже какой день уже работаю. И утром рано, и вечером поздно работают. То есть там довольно вытоптанное место. Вот мы его облагородим, а траву в принципе трогать не будем. Пусть растет и радует. На территории экопарка отсыпят дорожки. Здесь появятся арт-объекты, лавочки и прочие малые архитектурные формы. В спортивной зоне демонтируют старое оборудование и заменят его на более современное. На территорию Бора установят восемь информационных стендов. А за их безопасностью будут следить камеры видеонаблюдения. Подрядчик обещает завершить все работы в срок, уже в сентябре. За содержание экопарка будет отвечать муниципально-коммунальное предприятие. Но не стоит забывать, что чистота в Бору напрямую зависит только от нас. 31 мая Зеленогорск торжественно проводил участников автопробега юнормейцев в город Брест, первым принявшим на себя удар фашистских захватчиков. Михаил Викторович давал наказ отвезти землю на места боев, отвезти землю в Брест и привезти землю оттуда. Мы привезли землю со всех братских могил и Белоруссии, и России. Сергей Васильевич давал наказ привезти вечный огонь из Бреста. Мы выполнили этот наказ. Мы привезли вечный огонь. Поступок проехали 12 тысяч километров, тем более 33 дня. Но я думаю, что это не зря. Мало того, что вы увидели эти места, откуда началось фашистское нашествие, или я думаю, что вы будете рассказывать и своим сверстникам, родителям, знакомым, передавать вот эти ощущения, чтобы никогда это в памяти нашего народа и наших братских народов Белоруссии, Украины, что бы там ни говорили, все равно люди здравомыслящие этого никогда не забудут. Кисеты со священной землей с мест ожесточенных боев и бессмертных подвигов защитников Брестской крепости руководитель поискового отряда передала главе города. С особым трепетом и волнением держу в руках кисет не просто с землей, а с нашей памятью, памятью о тех страшных годах, о той страшной трагедии, которая 80 лет назад постигла нашу страну. Мы никогда не забудем воинов-героев и ту цену, которую им пришлось заплатить за нашу с вами общую победу. В нашем городе будет зажжен вечный огонь, а эта земля будет помещена в основании стелы в память о всех погибших в годы Второй мировой войны. Мы везем за собой каждую деревню, частички Брестской земли. Будут высажены именные деревья, которые останутся, я надеюсь, на долгое время и будут напоминать. Лампады специально приготовили, мы оставим в поселении эти лампады. Во-первых, потому что не в каждом поселении есть вообще что зажигать, но лампады это будут, они могут хранить в музеях, то есть это лампада вечного огня Бреста. Маршрут эстафеты пройдет через Заозерный, Бородино, Успенку, Большие Ключи, Солянку, Рыбное, Саянский, после чего огонь вернется в Зеленогорск. На страницах газеты «Иландские вести» обсуждают преображение города. В Иландском уже проведены масштабные работы по благоустройству. Совсем недавно закончилась реконструкция железнодорожного парка. Здесь максимально сохранили существующее озеленение, сделали дорожки, освещение, предусмотрели спортивную площадку и соорудили детский городок. Хочется верить, что жители города с бережностью и любовью будут относиться к новым местам отдыха. Для положительных эмоций с таким заголовком вышла статья в газете «Ангарская правда». Более 200 саженцев украсили территорию ковидного медцентра в Богучанах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Волонтеры высадили вокруг здания кедры, голубые ели и кустарники. Благоустройство, как отмечают врачи, очень важно для пациентов. Сейчас здесь устанавливают лавочки, урны, появился зеленый газон. В планах на будущее разбить множество клумб. В Дзержинском доме культуры состоялась районная интеллектуальная игра «Квиз для работающей молодежи». Об этом мероприятии рассказывает на своих страницах районная газета. В игре приняли участие 10 команд. Победителем турнира стала команда «Они сражались за логику» из села Курай. Второе место разделили команды «Неугомон» из Михайловки и «Борода» из Дзержинского. Третье место у команды «Три плюс два» из Дзержинского. Немного о спорте. В селе Агинском прошла спартакиада среди клубов по месту жительства, на которой побывал корреспондент газеты при Саянии. Всего соревновались три команды. Две из Агинского и одна из Межова. Команда «Медведь» заняла первое общекомандное место. Вторыми стали «Соколы», третьими – спортсмены из команды «Саяны». Победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями, а все участники спартакиады получили заряд бодрости и позитивных эмоций. Уверенный голос свидетеля Луки под колокольный звон разносится по улочкам старинного города. Обладателя голоса уже давно нет в живых, но память о его делах хранится как в истории России, так и в истории Енисейска. Церковный служитель, врач, ученый в обновленном монастырском парке установили памятник архиепископу Луке. Святитель Лука – это тот человек, который закончил тяжелый период братоубийственной войны, который постиг нашу церковь и наше государство. В России уже установлено несколько памятников воина Осинецкому. В них Лука увековечен как архиепископ-святитель. Наш Енисейский Лука совсем другой, сподвижник, несущий людям свет веры и науки. Несмотря на сложные условия, в которых сам оказался. И это неспроста. Автор памятника красноярский скульптор Константин Дзинич передал в изваянии ту трепетную любовь к доктору, священнослужителю Луке, которая живет в Енисейске. Памятник спело можно назвать народным и по духу, и по сути. Самые большие слова благодарности, дорогие мои жители, я хочу сказать вам. Тем жителям, тем предпринимателям, которые финансовой поддержкой, без этого бы этого и не могло быть, мы этот памятник поставили и сделали за счет вас, людей, ваших пожертвований. Огромное вам спасибо и низкий вам за это поклон. На создании памятника останавливаться нельзя, так считает активист и неравнодушный житель Енисейска Галина Иллистратова. По ее мнению, также очень важно сохранить место, в котором святитель Лука проводил по несколько операций в день. Здание бывшей больницы сейчас находится в плачевном состоянии. Памятник – это еще не значит, что на этом поставим точку. Есть у нас место, которое надо сохранить. И там создать музей воина Есенецкого. Я просто призываю всех принять в этом участие. Я вообще без перчаток собираю, потому что они рвутся, облепиха колючая, шипы большие, и перчатки сразу же рвутся. Облепиха – растение хитрое. Просто так в руки не дается. Оторвать ягоды от ствола между колючек – задача не для слабых. Однако, несмотря на всю сложность процесса, работник сада Татьяна Давыдова с этим справляется ловко. Пальчиками аккуратненько вот так вот. Раз-раз, вниз-вниз по стволику, чтобы она не раздавилась. Вот так вот аккуратненько издаиваем. Можно и по 40 килограмм в день собрать человеку. Вообще, да, много у нас. 10 гектаров сплошной пользы для здоровья – это самая большая на юге края облепиховая плантация. Ветки гнутся от ягод. Обычно ее собирали в конце августа. В этом году ягода поспела раньше обычного. Жара и умеренные осадки явно пришлись к кустарнику по душе. Ягодка в этом году поспела где-то дней на 10 пораньше. Из-за солнечной погоды на улице у нас тепло. И в связи с ярким солнышком ягодка у нас в этом году раньше. Сортов у нас очень много. Селекция выведенных сортов. Именно есть чуйская – это кругленькая, оранжевенькая. Есть чечек – это красненькая, более окрас. Елизавета. За сезон здесь планируют собрать около 10 тонн. Приветствуется и самосбор. Любой желающий может приехать и набрать витаминов по цене 130 рублей за килограмм. Ведь облепиха по содержанию витамина С превосходит шиповник и черную смородину. Мякоть – враг бактерий. Листья убивают вирусы, а сок содержит антиоксиданты. Весь собранный урожай пойдет на переработку. Здесь же на мини-заводе ее перетирают с сахаром и изготавливают полезное масло. Облепиха полезна в любом виде. Консервация сохраняет свойства. Поэтому из нее так любят делать джемы, конфитюры и варенье. Облепиховый чай согреет зимой. Ну а пока на дворе лето, доктора советуют лучше всего обогатиться витаминами прямо с грядки. Субтитры подогнал «Симон»!